Добрый день, себя Пресс в эфире. Лето традиционно пора благоустройства и естественно вместе с распустившимися деревьями, цветами и прочими листьями распускаются вопросы о ремонте дорог, междворовых территорий и так далее и тому подобное. И вот эти вопросы мы сегодня зададим специалисту, эксперту, депутату Думы Сургута Богдану Гужеве. Добрый день. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте дорогие радиослушатели. Да, и видеозрители еще. Да, давайте собственно с ремонта дорог и начнем. Естественно традиционно летом все внимание, а если говорить о городской повестке, приковано к вопросу ремонта дорог. Уже естественно определенные основные участки, куда выйдет техника, названы все улицы, к ним периодически добавляется что-то, как вот например недавно добавили Щепеткино. Вот вы как считаете, вот этот список ремонта основных вот этих участков, он достаточен на этот год или сюда бы по-хорошему стоило включить еще пару-тройку претендентов на гладкий асфальт? Ну текущее состояние уличной дорожной сети показывает, что естественно участков требующих ремонта больше, чем есть возможности на текущий год, но и то в сравнении как бы с ситуацией как бы минувших лет, ремонтная компания остается на уровне и только развивается. Поэтому предела сейчас нету, так сказать, в этом вопросе, но двигаемся. Нет предела совершенствования. Как кстати, вы вообще оцениваете сегодняшнее финансирование этой статьи по вот этому году? Понятно, что действительно нет предела совершенствованию, но насколько вот к нему все-таки приблизились, выделив деньги на ремонт? Я думаю, что здесь это соответствует и текущим возможностям, то есть подрядных организаций, которые расположены на территории города Сургута и ближайших окрестностей. В целом, я думаю, оно сбалансировано. Видите, если есть понимание, что финансирование будет, например, в большем объеме, предположим, так кратно, то и соответственно могут подрядные организации нарастить свои мощности. Сейчас примерно здесь соблюдается баланс, что на это количество денег есть мощность у подрядных организаций. Но об этом, кстати говоря, тоже недавно говорил ваш коллега Владимир Болотов. Действительно, если сделать большой заказ, то они все подрядные организации справятся. Вопрос как раз по подрядным организациям. Они все проверены, годами работают на этом направлении. А вообще есть какая-то необходимость, потребность в выведении на рынок новых игроков, новых подрядчиков? Вы знаете, здесь ограничений по территориальному размещению подрядчиков ведь нету. Конкурс проводится открытый, но с точки зрения перебазировки, нахождения здесь мощностей по производству асфальтобетона, производственных ремонтных баз, тупиков, складирования инертных, логистических составляющих, не каждая организация на определенный объем может выполнять работы, например, здесь в городе Сургуте, если они расположены традиционно, работают в другой части, например, Российской Федерации. Поэтому здесь баланс всегда должен быть определенный. Как, кстати, депутаты подходят к вопросу проверки этих подрядчиков? Это все-таки прерогатива администрации или участие принимают и парламентарии в определении, может ли действительно подрядчик справиться с тем объемом работы, который заявлен? Нет, здесь депутаты в этом вопросе участия никакого не принимают. Есть определенные критерии, проводятся торги в соответствии с этими критериями. Они открыты, по результатам проводятся на различных специализированных площадках, по результатам торгов заключаются муниципальные контракты и уже потом в качестве контроля депутаты, как правило, и раньше мои коллеги участвовали, и ночные выезды были, вот как раз всю ремонтную компанию, они совместно со специалистами администрации, с представителями учреждений, которые являются заказчиками, принимали участие в этих работах. Мало того, что мы на последнем комитете по городскому хозяйству, городской думы, обратились с предложением, чтобы депутаты участвовали в приемке тех объектов, которые расположены на их избирательных округах. Администрация не против в данном вопросе. А каким образом это будет оформлено? Именно в виде работы, деятельности рабочей группы, которая, собственно, на базе думы? Нет, то, что мы говорим по приемке возможной по городским округам, это в части, конечно, общественного контроля на уровне того, что сделано, не сделано вообще, и визуально то, что может бросаться в глаза. Имеется в виду не инструментальный контроль, не тот контроль специалистов, который осуществляется со стороны непосредственно заказчика. Немножко разные вещи. Кстати, общественный контроль – это всегда такое впечатление, что чего-то необязательного. То есть общество пришло, посмотрело, сказала да или нет, и дальше уже, собственно, непонятно, будут ли его рекомендации приняты. Что вкладывается в общественный контроль в этом случае? То есть вот эти вот оценки, которые будут даваться этому ремонту, который сделан, они будут как-то приниматься во внимание или это просто для сведения и в качестве информационного сообщения? Смотрите, Юрий, я сам непосредственно состою в общественной комиссии, которая осуществляет приемку работ по благоустройству скверов, мест общего пользования, по ремонту дворов уже не один год. Что оно в себя включает? Естественно, как я сказал, это более визуальный контроль и контроль вообще, в принципе, есть состав работ, который должен быть выполнен. Мы, как общественники, можем посмотреть, выполнен он реально или нет. Естественно, без физобъемов, без инструментального контроля, без лабораторных каких-то исследований. Видно, если лавочка стоит, должна быть пределана капитально, но она шатается. Видно, что если есть тротуары, а их нету, если есть асфальты, а их нету, если есть водопропускные сооружения, либо еще какие-то мафы, а их нету. Это же по набору видно, естественно, общественники не подписывают. Естественно, они пишут замечания, если они видят. То же самое и произошло при приемке работ по набережной в районе Сургу в прошлом году. Мы также как бы увидели, что работы выполнены качественно и, соответственно, высказали свои замечания, и там дальше уже маховик, то есть этот пошел. То есть здесь наглядный пример на этом объекте работы общественников. Поэтому это и требуется по закону, и такой институт у нас активно работает в городе Сургуте. То есть реальная сила все-таки, да? Еще речь об общественности, когда определяются самые такие болевые точки для ремонта. Уже несколько лет у нас в Сургуте проводится голосование народное, грубо говоря, какую улицу починить, да? Там список нескольких самых таких убитых, можно сказать, улиц, и из них выбирают, какое из них более всего требуется прямо сейчас начать работать. А насколько вы считаете, вообще целесообразно ли проведение таких голосований? Понятно, что все там представленные варианты в любом случае будут отремонтированы. Зачем тогда их ранжировать? И есть ли это просто какое-то заигрывание с общественностью? Ну, я так не считаю, что это заигрывание с общественностью. Общественность в любом случае должна принимать в этом участие. Смотрите, как происходит вообще, как бы даже предстадия этого голосования. Существует перечень автомобильных дорог. При помощи обследования специалистов видно, то есть проезжают дорожные службы, работают. Есть список тех дорог, которые необходимы в принципе к ремонту или вообще существуют на территории города Сургута. Есть бальная система отбора. Она включает в себя такие показатели, как когда последний раз выполнялся ремонт, какие социальные объекты находятся на этой улице или там на этом проезде, предположим. А сколько таких объектов? Какое количество маршрутов общественного транспорта проходит по этим дорогам? И всевозможные другие критерии. В принципе, ее техническое состояние, визуально которое можно определить. Проставляются баллы. Рабочая группа совершает объезд. Я сам являюсь членом от депутатского корпуса в этой рабочей группе. То есть далее есть шорт-лист, например, там 8 каких-то объектов. Вот они уже примерно по своим критериям, да, они одинаковые. И тогда уже дальше передается это на принятие, так сказать, на суд общественности. И общественность в лице граждан нашего города, каждый может там проголосовать, они выбирают за ту или иную улицу с голосованием. И так уже потом выставляется приоритет. То есть на последней стадии как раз, но до этого ведется большая работа специалистов по аранжированию этих объектов. Вот первое место на нынешнем голосовании заняла Привокзальная улица. Мы уже знаем, что там развертываются силы, грубо говоря, быстрого реагирования. А если бы вы топ составляли, то какую бы улицу вы назначили лидером? То есть ту, на которую нужно буквально прямо сейчас присылать технику и срочно ее ремонтировать. Ну, такой интересный вопрос в мою сторону, поскольку Привокзальная как раз частично и находится на территории моего избирательного округа. И много лет я и занимаюсь этой улицей, и активно продвигал ее ремонт, в хорошем смысле этого слова лоббировал, да, потому что ее техническое состояние действительно удручающее. А она фактически является, если рассматривать с точки зрения железнодорожного вокзала, да, она является воротами, фасадом нашего города. И вот когда Грибоедово лет 6-7 назад мы отремонтировали, это был плюс Привокзальная, конечно, но в таком, с того момента она только ямочно ремонтировалась. А тогда, помните, на нее большая нагрузка была, так сказать, легла, потому что Грибоедово было закрыто. Очень активно эту улицу я, так сказать, продвигал, но и состояние ее, оно и было объективно, так сказать, той оценки, которую дали потом граждане. Граждане подхватили этот посыл, и, соответственно, она заняла первое место. Кроме этого, я бы, конечно, другую улицу, я как меня избрали ведь на моем избирательном округе, и в первую очередь моя задача отстаивать интересы моего округа, и потом уже города всего в целом. Это улица Шедловского. Я на нее неоднократно обращал внимание и коллег по рабочей группе, и руководству города Сургута. Ее, например, планируется в этом году. Там глубокий необходим капитальный ремонт, даже реконструкция этой улицы, по сути дела, там направление, ее техническое состояние даже не позволяет пустить по ней общественный транспорт. Вот даже так. Вот я бы ее отметил, например, эту улицу. Есть еще масса других улиц, которые требуют ремонта. Они, в частности, некоторые из них попали уже в этом году. Некоторые, такая, как улица Толстого, предположим, она тоже наравне с улицей Шедловского планируется в ближайшее время тоже приступить к ее ремонту. Она тоже в удручающем состоянии находится, поэтому требует ремонта. Ну, кстати, Толстого, если не ошибаюсь, поправьте. Толстого и Крылова, по-моему, да? Они, получается, их перенесли даже, по-моему, на 23-й год, не так? Ну, смотрите, у нас Крылова, Крылова, последний участок. Если смотреть с улицы, мы шли планомерно с улицы Аэрофлотской, да? В прошлом году был отремонтирован как раз кусочек, который располагается внутри моего избирательного округа. Это между микрорайонами Эпикс 44, 41 и микрорайоном 40, от улицы Белецкого до Боулинг-центра, до улицы Грибоедова. В этом году у нас идет ремонт до улицы Толстого, улицы 5З, которая в прошлом году была сдана в эксплуатацию. Последний кусочек вот остался, там происходит ремонт. И далее, чтобы комплексно, так сказать, выполнить этот подход, вот есть несколько микрорайонов, полностью замкнуть уличную дорожную сеть там ремонтом, восстановить, в том числе это связано с отводом ввод с уличной дорожной сети. Вот, чтобы соблюсти эту комплексность в этом вопросе, то есть мы замыкаем улицу Толстого, улицу Шудловского. И у нас, в принципе, вот там, в этой части города, там, где, ну, я не знаю, может быть, некоторые улицы вообще не ремонтировались, да, капитально с момента их строительства, мы получаем отремонтированные улицы, там, в ближайшие, там, несколько лет. То есть, ну, это не говорит о том, что в других местах ничего не делается. Нет, ну, это понятно, да. Ну, то есть, получается так, что, кстати говоря, вот все эти лидеры голосования, они прямо вот в их, в вашем районе, да, и, собственно, у вас там полное совпадение, можно сказать так, да, с народным изъявлением. А вот уже упомянули ямочный ремонт, который, да, действительно, там, время от времени, там, на той же привокзале делался, да, и на ряде улиц других. Как оцениваете качество вот этой работы? Потому что по весне уже начинали делать, да, как-то рабочая группа, кстати говоря, как-то проезжает по ним, да, по вот этим участкам? Или же все-таки вы сосредоточены именно на комплексе на капитальном ремонте? Нет, смотрите, мы вот как по проездам, как по дорогам, так и по проездам. Когда уезжаем, некоторые проезды, например, видно, что, про проезды, да, в частности, видно, что там можно обойтись только ямочным ремонтом, да, и, например, сделать тротуар, предположим. Потому что если техническое состояние, видно, что отвечает требованиям нормальным, есть какие-то отдельные ямки, нет колейности где-то, что касается дорог, целые бордюры, нормально отходит вода, то есть и в ливневую канализацию, естественно, сосредотачивается на других. То есть как можно больше дворов, чтобы проездов внутриквартальных хватить, сосредотачивается на других проездах. Также по дорогам проезжают, смотрят там, где можно обойтись ямочным ремонтом или там, где требуется он сделать. Потому что ямы, в принципе, да, определенные, так сказать, по определенным критериям, да, необходимы к ремонту. То есть если у них там глубина определенная, ширина, да, существуют определенные стандарты, где их срочно необходимо ремонтировать. И такой повсеместный ремонт таких болевых точек, он всегда ежегодно в городе Сургуте проводится. В этом году могу посмотреть, видел, и ко мне обращались люди, что вот начинают ремонтировать уже, когда снег сходит с улиц, там, где прям аховые такие ситуации, это делается также по определенной технологии, да, которая позволяет, так сказать, делать ее в таких погодных условиях, эти ремонты. По улицам, например, базовой, в частности, могу сказать, сам там просто езжу каждый день, да, и смотрел, как делали эти ремонты, в принципе, ничего не выпало за два месяца еще, ну, за полтора, да, все как бы держится. Поэтому все выполняется в соответствии с требованиями, на мой взгляд. Ну, за два месяца не выпало, а вот к следующей весне, интересно, вот этот ямочный ремонт, он всегда происходит на разных участках, или, может быть, на одних и тех же, то есть, вот как там в марте залатали ямку, в следующем марте опять сюда вернулись, опять залатали ямку. Я сам езжу по городу за рулем, да, вот повсеместно могу сказать, что мне такие вопросы не встречаются. Где бы ежегодно бы делали, ежегодно бы, ну, такого я не вижу, такого нет. Все-таки люди отвечают за свою работу, да, где-то бывают какие-то грехи, какой человеческий фактор, но, опять же, подрядчики есть о понятии гарантийных обязательств, они в рамках гарантийных обязательств устраняют эти огрехи, и то есть город за них дважды не платит. Ну, это хорошо, еще один вопрос, еще одна такая глобальная проблема, которую вот сейчас решают, да, в этом году и в следующем, это колейность, да. Да, вот сейчас больше половины, да, все, так скажем, колеи в Сургуте вот этим летом собираются устранить, да, и еще 40% в следующем году, вот. Вообще, почему, собственно, колейность до сих пор для нашего города такая больная тема? Радиремонт проходит, качество всех устраивает, потом вдруг появляется колея, и вот с ней как невозможно побороться так, чтобы она, наконец, исчезла, да, вот. В чем тут проблема, как думаете? Ну, знаете, существуют различные мнения по этому вопросу, да, но, на мой взгляд, по тем участкам, в частности, участок по университетской, да, где самые большие колеи? Как правило, они около светофоров. Почему они там происходят? Потому что, наверное, все-таки шипованная резина на месте, когда начинается разгон, то есть она оставляет большую выработку на асфальтобетонном покрытии. Даже если по этому критерию посмотреть, да, то есть вот на эту ситуацию, можно сказать, что, наверное, одним из основных, или подавляющей причиной, да, основной причиной для колейности это все-таки является шиповка машин. А потом уже все-таки какая-то несоответствие определенной технологии, да, или повышенная, так сказать, нагрузка на ось, да, то есть какие-то большегрузные автомобили, которые ходят и оставляют такую колейность. Не могу сказать, что по университетской улице, да, ежедневно можно видеть какие-то крупные автомобили, или там груженные там автомобили, очень тяжелые, там, какими-то сыпучими, инертными материалами, тем же щебням, да, такого как бы нет. Могу сказать, что вот по улице Шедловского, да, поскольку там расположены и асфальтобетонные заводы несколько штук, и там расположены предприятия там по перевалке щебня, там ходят такие автомобили. Это точно, я сам их фиксировал, сам занимался и в письмах в администрацию писал, и в ГБДД писал письма, где предоставлял, то есть информацию, вот машины ходят, представляете, полностью, у них 20 с лишним кубов кузов, и он сверху насыпан, прям с горкой щебня. По университетской такого нет, но колеи там есть. Поэтому я думаю, все-таки шиповка. Да, ну если бы туда еще ходили вот такие большегрузы, там бы вообще было очень все печально. А нет такого, не было, может быть, предложения или идеи поработать, собственно, с составом, да, который наносят, так скажем, да, на дорогу, да, на состав дорожного покрытия. А вот в этом плане какие-то есть подвижки, или этот состав, он проверенный, испытанный, и никаких там новшеств нет. Я просто помню, что там много лет назад, достаточно, там, где-то 7-8, может быть, да, были какие-то такие стремления у администрации как-то укрепить, так скажем, да, этот состав. Вот, сейчас есть такое, или все-таки старайтесь уже никак не... Вы знаете, мы периодически на профильных мероприятиях, там, в частности, на комитете по городскому хозяйству, этот вопрос поднимаем. То есть, нас, специалисты администрации, нас уверяют, что они работают над этим вопросом, и то, что то требование, те ГОСТы, которые на данный момент существуют, как бы все выполняется в соответствии с данными ГОСТы. Здесь причина все-таки в другом. Но, я думаю, совершенству нигде нет предела, и работать над какими-то новыми технологиями или применением тех или иных технологий, да, какие-то эксперименты возможны, они всегда имеют право на жизнь. Давайте свернем, да, с университетской и с прочих магистралей на внутриквартальные проезды, уже говорили, упоминали их, да, 10 таких отремонтируют капитально в этом году, да, есть у вас информация, ну, это какой процент от общего числа проездов, которые требуют капитального ремонта в этом году? Ну, смотрите, мы что делаем? В этом году мы все-таки формируем список, он есть, мы его доформируем, потому что включаются новые проезды, какие-то проезды проходят юридическое оформление, да, через процедуру бесхоза или через какие-то иные территории, через перемежевание внутридворовых пространств, где в соответствии с утвержденными проектами межевания те или иные части дворового пространства уходят в территорию общего пользования, это внутриквартальные проезды, поскольку ими пользуются неограниченный круг лиц, есть такие тоже вопросы, поэтому количество, собственно говоря, вообще внутриквартальных проездов, состоящих на учете и на обслуживании, на балансе администрации, оно их увеличивается только, да, и несмотря на то, что ежебодно проводятся ремонты, а в этом году это вообще целых 10, да, плюс еще тротуар на улице Пушкина отдельным идет лотом, это такое активное очень движение вперед, это такой прорыв, учитывая то, что финансирование по ремонту дворов, вот, прошу прощения, по ремонту в триквартальных проездах осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета, то есть это такой большой прорыв, я считаю. Есть более 50, такой шорт-лист, это более 50 внутриквартальных проездов, которые требуют ремонта, не все из этих проездов, еще раз повторюсь, требуют капитального ремонта, некоторые, на некоторых можно обойтись только ямочным ремонтом, на некоторых можно, я как сказал, сделать тротуар, это в частности выявляется и при визуальном контроле, вот последний раз мы недели две назад, наверное, объезжали в составе рабочей группы, и это просто видно, поэтому не все эти 60, грубо говоря, проездов требуют там неотложного ремонта, где-то можно и мелкими затратами обойтись. Вот вы уже говорили, да, про наживание, про определение собственника, бесхозяйность и так далее, да, собственно, почему ремонт внутриквартальных проездов действительно более сложен, чем ремонт дорог, я так понимаю, это именно вот в части вот этой бумажной документационной работы, да? Да, естественно, нужно определить балансовую принадлежность, потому что ремонт дворов, это совершенно другая статья, совершенно другие затраты, другой механизм, другие собственники, поэтому здесь эти вещи не пересекаются, но одновременно нужно же, это все равно пересекающиеся артерии, да, одновременно с приданием нужного, правильного юридического статуса, для того, чтобы можно было по той или иной статье, по той или иной программе потратить денежные средства, необходимо еще и соблюсти комплексность, чтобы вода просто-напросто не застаивалась во дворах или на месте стыковки там объектов, да, где проезды и дворы, такие территории, к сожалению, есть, и у меня есть тоже на моем избирательном округе, но мы работаем над, так сказать, ликвидацией таких вот болевых точек. В одном году делался проезд, через несколько дел сделался двор, например, предположим, и начинаются образовываться вот эти нестыковки. То есть это такая сложная такая работа, где нужно учесть все эти факторы. По поводу, кстати говоря, определения собственников, уже несколько лет, кстати говоря, такие разговоры ведутся, что действительно там добавляются постоянно проезды, у которых не определен собственник, они являются бесхозными и, соответственно, они переходят на баланс администрации. А почему, собственно, этот процесс такой протяженный и, можно даже сказать, бесконечный, да, то есть количество же всех внутридворовых проездов конечное, в чем сложность определиться уже с их принадлежностью тому или иному собственнику? Ну, этот процесс в свое время, вот если вы помните, да, было проведено комплексное межевание, даже не комплексное, а комплексная разработка проектов межевания всех микрорайонов города Сургута. Начали, ему помнится, еще 6 лет назад с микрорайона Пикс, но в моем избирательном округе, да, пилотный такой был, мы на нем катали, много было различных прений по этому поводу, потому что чем больше администрация возьмет на баланс для себя, тем больше нужно денежных средств для того, чтобы обслуживать, содержать, ремонтировать эти проезды. Всегда был диалог относительно того, что это двор, либо это внутриквартальный проезд, различные критерии существовали, и потому что та застройка, да, массовая, которая превалирует в городе Сургуте, она не... не было такого подхода, как сейчас, по принципу каких-то жилых комплексов, да, это была сплошная территория, где пересекающиеся были дороги, дворы общие, естественно, внутри, везде, в соответствии с нормативами, опять же, и действуемые сейчас с нормативами, располагались объекты дошкольного образования, школьного образования, дополнительного образования, иные какие-то социальные объекты. Поэтому тех норм, которые действуют сейчас, это нормы жилищного кодекса, где у каждого дома, или у каждого жилого дома должен быть свой земельный участок, который находится в общей долевой собственности, на нем должны быть определенные там объекты, инфраструктуры, которые необходимы для обслуживания этого жилого дома, площадки, стоянки, детские площадки, спортивные, да, в идеале, да, все это, как сейчас, по нормам, по тем, по которым строятся новые жилые дома. Все это наложение старой застройки с новыми нормами, естественно, привело к такому вот сумбуру, когда приходится иногда где-то разрезать детские площадки пополам, понимаете, да, о чем я говорю. Был разработан этот, эти, проект имежеваний. Далее, проект имежеваний, это проект, по которому нужно отмежевать и поставить земельный участок на кадастровый учет. Там начались свои сложности, связанные именно с правами, потому что необходимо соблюдать в том числе нормы жилищного кодекса, голосование, где-то уменьшение площади земельных участков, общего имущества, где-то накладки, связанные непосредственно с наложением друг на друга земельных участков, которые были ранее поставлены на кадастровый учет, потому что земельное законодательство тоже менялось за последние 20 лет в части постановки и учета земельных участков самих. Весь этот клубок, то есть, привел к тому, что необходимо было администрации взять на себя, для того, чтобы просто не осталось, так сказать, эта документация, разработанная за десятки миллионов рублей по всем микрорайонам, просто лежать, потому что, отмечу на секунды, у нас нету обязательств в законе, чтобы, например, земельный участок по многоквартирным домам был оформлен и поставлен на кадастровый учет. Вот нет такого, что ты должен его пойти и оформить. Ты можешь его пользоваться, но поставить его не обязан. И если, собственно говоря, это жителям не надо, и не надо управляющей компании, то, соответственно, это не двигается, и проект межелания не реализуется. Вот было принято решение администрации совместно с депутатами все-таки начать выделение бюджетных средств для комплексного межелания, для того, чтобы те проекты межелания, которые были разработаны за счет бюджетных средств, по муниципальным же контрактам и были дальше поставлены на кадастровый учет. К сожалению, здесь тоже есть определенная пробуксовка с этими вопросами, есть недостаток финансирования, есть юридические препоны. Этот вопрос еще остается открытым и незавершенным. Поэтому у нас и вот так локально мы получаем какие-то новые проезды, еще какие-то такие моменты спорные. Все-таки эпопея это еще не закончено, но я думаю, что будет в ближайшие пару лет этот вопрос решен. Надеюсь, по крайней мере, на это. Ну, тем не менее, в этом хаосе как минимум 10 проездов будут отремонтированы. Это очень хорошо. Плюс тротуар на Пушкину, да? Кроме того, во всем грубо говоря, в таком управляемом хаосе продолжается ремонтная кампания, делаются дороги. Я предлагаю вам, кстати говоря, повторить нашу беседу уже по осени для того, чтобы подвести итоги непосредственно всей этой ремонтной кампании. с удовольствием. С удовольствием. собственно, вот на этом мы с вами сейчас приостановимся, завершим разговор и буду надеяться на то, что он продолжится через пару-тройку месяцев. Это у нас в гостях был Богдан Гужба, депутат Думы города Сургута. Благодарю вас за содержание на беседу и благодарю всех, кто сидит, смотрит, читает, слушает себя пресс. Продолжайте это делать. До свидания. Юрий, спасибо большое. До свидания. Я уверен, что весь тот объем, который запланирован был администрацией Думы к ремонту в этом году плюс строительство мы еще можем отдельно по этому поводу проговорить. Не проговорили сегодня про скверы. Тоже очень большое количество в этом году будет продолжено где-то будет обустройство места общего пользования. Поэтому я думаю, что мы качественно новую среду в каких-то частях нашего города получим к осени. Спасибо. А вот тем интереснее как раз и будет обсудить уже то, что сделано, а не то, что планируется. То, что у нас обычно всегда новости в будущем времени. Давайте сделаем новости в прошедшем времени. Согласен. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok